Начнем с главной новости. Юн Узбек Евкуров переизбран на должность главы Ингушетии. На пост главы республики президента были представлены три кандидатуры. Набрав наибольшее количество голосов, главой Ингушетии избран Юн Узбек Евкуров. За него проголосовали 26 депутатов. Сегодня в 80 регионах страны проходят выборы разных уровней. В 26 субъектах России выбирали глав регионов. В четырех из них, включая Ингушетию, руководителя субъекта избирали через парламент по представлению президента России. Это событие называют главным в политической жизни республики. 30 депутатов, а именно столько их сегодня на внеочередном заседании Народного собрания, должны решить, кто будет возглавлять республику в ближайшие пять лет. В зале представители министерств, ведомств, религиозной сферы, молодежи и, конечно, старейшины. Свидетелями этого важного для Ингушетии выбора стали и почетные гости. Представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Матонников Александр Анатольевич. Глава Кабадина Балкарской Республики Коков Юрий Александрович. Глава Республики Ингушетия Юнезбек Баматревич Евкуров. Члены Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации Недигов Мухрабек Ильясович, Хамчию Белан Багаудинович. Депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Харсиев Алихан Анатольевич, Газгирей Юша Ашнакевич. Также в заседании принимают участие руководители судебных органов, территориальных федеральных органов власти и органов исполнительной власти республики. Кандидатов на пост главы Ингушетии трое. И сегодняшний день знаковы для каждого из них. Кому доверит руководство Северокавказской республикой, которой еще многое предстоит? Имена претендентов озвучили в официальном представлении президента страны. Уважаемый Зелимхан Султан Хамидович, уважаемые депутаты Народного собрания Республики Ингушетия, в соответствии с пунктом 6 положения полномочного представителя президента Российской Федерации в федеральном округе, утвержденного указом президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года, разрешите зачитать представление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 17 августа 2018 года, номер 1466. В соответствии с пунктом 3, статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года, номер 184 ФЗ, об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации представляю трех кандидатов для избрания на должность главы Республики Ингушетия. Богатырева Ильяса Сулеймановича, заместителя председателя Комитета Народного Собрания Республики Ингушетия по здравоохранению и социальной политике, Евкурова Юнусбека Баматгиреевича, главу Республики Ингушетия, и Евлоева Урусхана Хасановича, депутата городского совета муниципального образования, городской округ, город Назрань, президент Российской Федерации Владимир Путин. Далее, согласно процедуре, кандидатам на пост главы Республики предоставили возможность выступить с речью. Очередность выстроили согласно постановлению президента, а именно в алфавитном порядке. Так первым депутатом обратился Ильяс Богатырев. Каждый житель Республики должен чувствовать, что он находится под надежной защитой правоохранительных органов. Одной из важнейших задач, считаю, продолжение политики, начатой предыдущим руководителем Республики, по строительству школьных и дошкольных учреждений, а также параллельно уделить повышенное внимание малогодетным семьям, которым, к сожалению, этого внимания пока недостаточно. Учитывая большие невосполнимые утраты, человеческие потери ингушского народа, связанные с незаконной депортацией ингушского народа, трагическими событиями, произошедшими 26 лет назад, считаю, что должны принять отдельную программу по улучшению демографической ситуации в нашей Республике. Полагаю целесообразным и необходимым развитие добрососедских и долгосрочных отношений между соседними регионами Северного Кавказа и субъектами Российской Федерации. Совершая свое выступление, хочу отметить, что у нас нет другой альтернативы, кроме как развития и укрепления экономики Республики и улучшения благосостояния наших граждан. Речь инузбека Евкорова была более объемной. Цифры и факты. Действующий глава ингушетии рассказал о достижениях региона за последние годы. Много инузбекев-куров говорил о будущем, о том, что еще предстоит сделать. Прочный фундамент уже заложен. Он подвел черту с событием последних 10 лет, за которые Республика прошла большой и непростой путь вместе с ним. Народные избрания оказали мне честь, повторно доверие возглавить нашу Республику. На тот момент это было очередное и очень важное решение. Речь шла о предоставлении возможности продолжить усилия по становлению Республики и о интеграции в общее политическое экономическое пространство Российской Федерации. Уважаемые депутаты, давайте оценку моей работе приегативы вашего и всего нашего ингушского народа, который вас выбирал. Со своей стороны я хорошо осознаю, что ответственность за результат в данном случае более чем высокая. Выстраивая свою работу, я исходил из установок президента России Владимира Владимировича Путина, который на встрече с главами субъектов, избранных в 2013 году, сказал такие слова. На ваших плечах огромная ответственность за судьбу ваших регионов. В некоторых регионах свои очень острые проблемы далеко не решенными являются до сих пор. Нужно сформировать дееспособные команды, настроить людей на совместную, эффективную работу и деятельность. Разумеется, что не все задачи, которые мной формулировались на второй срок, выполнены. Я могу с уверенностью сказать, что мы заложили достаточно прочный фундамент для последующего роста региональной экономики. Значительное преобразование, которое происходит в последние годы во всех сферах жизни республики, свидетельствует о правильности избранными курса и его перспективности. На предстоящий период мы намечаем еще более серьезные планы, важнейшиеся из которых в соответствии с МАЗом президента Российской взаимы Владимира Владимировича Путина качественного повышения уровня жизни населения, создание одинаковых для всех бытовых условий социальных гарантий для жителей республики в том числе. Ну, конечно, вывести регион в одинаковые стартовые позиции с другими регионами Российской Федерации. Мы с вами знаем по истории, насколько мы были остальными, особенно в социальном направлении, да во всех направлениях. Сегодня нам, благодаря вот этой работе, которой мы с вами провели, с помощью Федерального Центра, нам удалось уже выровняться по многим направлениям, а где-то даже и опережать регионы страны. Нам нужно придать экономике большую, большую конкурентоспособность на основе цифровизации инновационных технологий, на современный уровень вывести сельское хозяйственное производство, уменьшить безработицу за счет создания новых рабочих мест, ну и, конечно, продолжить реформу вообразаний, здравоохранения и так далее. Уважаемый депутат, если вам не будет оказано доверие, буду его рассматривать как доверие всего народа Ингушетии, так как вы выбраны всенародно на всенародных выборах. Следующий кандидат на пост главы Ингушетии уже избирался в 2013 году. Урусхан Явлоев в своей речи говорил о тех сложностях, которые преодолела республика. Аспекты развития региона он обозначил в контексте обстановки в целом стране. В этот сложный период, когда страна испытывает определенные трудности, связанные с санкционами и иным давлением западных стран, соответственно, и наша республика, как часть России, сталкивается с этими проблемами. Им не нравится, что Россия заявила о себе как о великой державе. В этот момент наша с вами ответственность за действия и принимаемые решения принимает во многом судьбоносный характер. Выбор, который вам сегодня предстоит сделать, имеет особую значимость, потому что определит судьбу и развитие нашей республики не на пять лет, а на долгие годы вперед. Республика прошла через непростые годы период остановления и преобразований, выдержала испытания, которые выпало на ее долю, успешно справилась со многими проблемами. Сделано многое. Почти во всех сферах заложим прочный фундамент устойчивого и динамичного развития, и не заметить эти изменения невозможно. Сделано многое, но предстоит сделать еще большее. Спикер ингушского парламента Зелимхан Явлоев представил возможность выступить представителям партийных фракций. Депутаты с трибуны агитировали коллег голосовать за своих кандидатов. Едино они были все в одном. Каждый отметил, что сегодня предстоит важный выбор. Все представленные президентом Российской Федерации кандидаты достойные, уважаемые, известные республики люди и депутаты Народного собрания, члены фракции Единой России хорошо знают ситуацию республики, о том, что сделано, о том, что предстоит сделать, и сделают правильный выбор. И тем не менее, я сегодня позволю от имени, наверное, абсолютного большинства высказать свое мнение в поддержку одного кандидата. Конечно, это Евкурухин, Узбек Матгиреевич. Уважаемые коллеги, мы с вами всегда в такой исторический момент, когда избирается глава республики, оглядываемся назад, анализируем результат. И за 10 лет мы однозначно можем сказать, что за 10 лет из депрессивного региона мы переросли в один из самых стабильных, динамично развивающихся регионов. Мы без преувеличения можем, имеем право сегодня сказать, что в социальной инфраструктуре сделан прорыв. Речь идет о образовании, здравоохранении, культуре, спорту. Хочу пожелать главе нашей республики, которая сегодня изберется, независимо от какой партии и кто он будет, успехов на этом труднейшем поприще, во благо нашего народа, нашей республики, а значит и всей нашей России. Всем нам и партиям, и всем гражданам консолидации и согласия. Только в согласии и единстве мы сможем сделать жизнь лучше, будущее надежным. Добьемся справедливости для своих детей, внуков, потомков. Решим непростые сегодняшние проблемы. Уважаемые коллеги, все познается в сравнении. Мы не забыли о том, как здесь гремели взрывы и как часто гибли сотрудники правоохранительных органов. Мы помним и как общество разиралось на части кровной вражды. Огромную положительную роль в решении этих вопросов сыграл лично глава республики Макушетия. Сегодня наши города становятся комфортнее и современнее. Появляются новые здания и дороги. Магаз стал местом, куда приезжают туристы со всего мира. Джарахи регулярно проходят международные форумы и спортивные соревнования высшего уровня. Сегодня республика Ингушетия является одним из самых безопасных регионов страны. Конечно, проблем в республике остается немало. Это касается части образования, здравоохранения. Также необходимо создавать дополнительные рабочие места, для того, чтобы наши люди могли найти применение своему таланту и трудолюбие в родной республике. Данные задачи нам предстоит решать вместе. Сегодня фракция ЛДПР в Народном собрании республики Ингушетия голосует за кандидатуру Евкуру Юнсбека Багангелевича для избрания на должность главы республики Ингушетия. И, пользуясь возможностью, в уступе с Турбина хотел бы призвать своих коллег сделать правильный выбор и проголосовать за Юнсбека Багангелевича. Спасибо за внимание. Сделано очень много, но еще не все, что было запланировано. Поэтому я считаю, что руководителю, у которого получилось преобразовать жизнь в республике в сторону качественного улучшения, надо дать возможность и дальше поработать в том же направлении, оказывая всевозможную помощь депутатского корпуса и всего народа Ингушетии. И поэтому, учитывая все за и против, я лично даю все оригинальное отделение Ингушской коммунистической партии поддерживать кандидатуру Юнсбека Багангелевича Евкурова на должность главы республики Ингушетия. Вы мягко, вы мягко, вы мягко, вы мягко, вы мягко. В пятницу, встречаясь с молодежью, мы обсудили один из вопросов, на котором мы сегодня присутствуем, это выборы главы республики Ингушетия. Ради справедливости должен отметить, что были лица и руководители молодежных организаций, которые с очень большим уважением относятся к нашим кандидатам. Мы к Ильясу Сулеймановичу, к Урсхану Хасановичу указывали поддержку. Но в своем большинстве молодежь меня попросила, это такой наказ избирателей, передать их наказ вам, дорогие депутаты, в том, чтобы вы поддержали кандидатуру действующего главы республики Ингушетия, кандидата от партии «Единая Россия» Евкурова Юнсбека Багангелевича. Важную и ответственную миссию сегодня доверили народному избраннику Магомеду Тибуеву. Он председатель счетной комиссии. Утвердив форму бюллетеней для голосования, депутаты перешли к главному – процедуре тайного голосования. Спустя полчаса стало известно, кто будет возглавлять Ингушетию в следующую пятилетку. «Число изготовленных бюллетеней – 32, число выданных – 30, число погашенных – 2, число в бюллетене обнаруженных ящики для голосования – 30, число действительного бюллетеня – 30, число недействительных – нет, число голосов поданных за кандидата. За Богатырева Ильяса Сулеймановича – 2, за Евкурова Юнсбека Багангелевича – 26, за Евулоева Урасхана Хасановича – 2. Таким образом, в соответствии со статьей 18 федерального закона от 6 октября 1999 года за номером 184 ФСЗ об общих принципах организации законодательных представительных и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации и закона Республики Ингушетия от 8 мая 2013 года за номером 6 РЗ о порядке избирания главы Республики Ингушетия Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Евкуров Юнсбек Багангелевич. 26 за. Юнсбек Евкуров получил свою поддержку большинство голосов. Депутаты сделали свой выбор в пользу стабильности и процветания. Уважаемый Александр Анатольевич, уважаемые коллеги, дорогие друзья, уважаемые депутаты, жители Республики Ингушетия, дорогие приглашенные, я искренне выражаю всем вам признательность за то, что поддержали мою кандидатуру, и вы заставили меня честью вновь быть главой Республики Ингушетия. Я в полном мере осознаю важность и значимость этого момента, понимаю, какая большая ответственность ложится на меня, и хочу вас заверить, что буду трудиться во благо каждого жителя Республики нашей, во благо всей нашей страны, не зря ни на какие трудности и проблемы. Юнсбек Багангелевич, значит, мы, готовясь к сегодняшнему заседанию, мы спросили у всех кандидатов в случае вашего избрания, вы когда хотите провести процедуру вступления в должность. И вы, и Богатрёв Илья Сулейманович, и Ивлоев Руслан Хасанович сказали, что после заседания по избранию вы готовы сегодня вступить в должность? Предложение спикера Юнсбек Евкуров поддержал. Конституция Ингушетия позволяет избранному главе провести процедуру вступления в должность в течение 14 дней после избрания. Уважаемый Юнсбек Багангелевич, прошу вас принести присягу народу Ингушетии. Я, Евкуров Юнсбек Багангелевич, вступаю в должность главы республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать и защищать конституцию республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетия обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность республики Ингушетия. Я, Евкурова, Юнсбек Багангелевич, главы республики Ингушетия, Лархжа, Лелыжа, Кыла, главы республики Кырмзли, территориальной Барчали, Лории. Евкуров Юнсбек Багангелевич, вступаю в должность главы республики Ингушетия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Полпред Александр Матовников поблагодарил весь народ Ингушетии за колоссальный труд. Поблагодарил парламент республики за качественную и содержательную работу. Поздравил Юнсбека Ивкурова. Уверен, что предстоящий период вашей работы будет не менее результативным. В этом убеждают ваша воля и настойчивость, энергия и целеустремленность, а также накопленный вами богатый профессиональный опыт. Со своей стороны могу заверить, что вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку как представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, на поддержку федеральных органов власти в округе. Прошу депутатов высшего законодательного органа республики независимо от политических взглядов конфессиональной либо национальной принадлежности быть союзниками главе региона в его ответственной миссии. Желаю вам, уважаемый Юнсбек Капамат Гиреевич, успехов во всех начинаниях на благо республики и нашей великой Родины России. Поздравляю. Сегодняшний день был волнителен для всех. Парламент сделал выбор двигаться вперед с тем багажом знаний и опыта, которые существуют. За судьбу республики в предстоящие пять лет мы можем быть спокойны. Хава Султыгова, Новости 24.